Ураган Мария бушует на Пуэрто-Рико, неся с собой шквальный ветер и затопление. Он пришел сюда как шторм четвертой категории, став одним из самых страшных стихийных бедствий в истории острова. Ураган Мария срывает крыши домов, разрушает вышки сотовой связи и ломает деревья. На Пуэрто-Рико выпало более 50 сантиметров осадков, что привело к внезапным наводнениям и схождениям оползней. 90% территории острова лишилось электроснабжения. На текущий момент известно о гибели 9 человек. Метеорологи прогнозируют, что центр урагана сместится в акваторию близ северного побережья острова и достигнет открытого моря уже к вечеру среды. На пути Мария – Доминиканская республика. Несмотря на то, что статус урагана Мария понижен, по данным Национального центра по ураганам, по мере приближения к островам Теркс и Кайкас и юго-восточным Багамам, в четверг и пятницу она по-прежнему будет оставаться крупным опасным ураганом. Как говорится в докладе ученых «Аллатра Наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. История учит, что отсутствие единения человеческого общества на духовно-нравственных основах и совместных действий людей на планете, континенте, регионе в отношении подготовки к крупномасштабным катаклизмам и бедствиям приводит в результате к уничтожению большей части этих людей. А выжившие умирают от неизлечимых болезней, эпидемий, самоуничтожения в войнах и междоусобицах, в борьбе за источники жизнеобеспечения. Беда, как правило, появляется внезапно, порождая хаос и панику. Только лишь заблаговременная подготовка и единение народов мира перед грозящей природной опасностью дает человечеству большие шансы на выживание и совместное преодоление трудностей в эпоху, связанную с глобальным изменением климата планеты. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.